Меня зовут Азиза Хушруя. Хушруя по паспорту Азиза я подписываю свои работы. Это псевдоним. Азиза Насимовна Маматова можно называть. И Хушруя Насимова Маматова. Отец в 1946 году вернулся с войны. Воевал он 7 лет. Ушел из Ташкента, из педосилы. Видите, он учился у Шейхзаде в филологии. Добровольцем ушел. А мать работала в Коканде. Я уроженка Коканда. В прокуратуре. Она юрист была. Олехан Мушмудвэк. В 1951 году отец с матерью решили переехать в Ташкент. Отец решил продолжить учебу в аспирантуре в Шейхзаде. А мама решила поступить в высшую партийную школу. Здесь они в Ташкенте купили дом. И начали здесь жить. Растить нас. Отдали нас с сестрами в русскую школу. Отец хорошо владел русским языком, так как 7 лет пробыл на войне. И помогал нам всячески. В доме было очень много книг. Очень. И на староузбекском языке. С латинским шрифтом. И новые книги. Я в основном запомнила книги Чингиза Айтматова. В классе 5-6 начала я рыться у старшей сестры на полках книжных. И набрела на его рассказы первые. Это был почти 60-й год. 58-60-й. И вы знаете, это настолько меня взволновало. Его произведение «Учитель» Тополёков. В «Красной Косовеньке». Множество там было. «Прощай, гуль сара». «Прощай, гуль сара». И я поняла, что уже к 13-14 годам, что Чингиза Айтматов – певец простых людей. Людей маленьких. Совсем как Чарли Чаплин. И он писал об их коричках, радостях. Особенно вот я запомнила «Белый пароход». Этого мальчика, который уплыл в Синее море за «Белым пароходом». Страстно хотела его написать, потому что в эти годы я уже училась в училище художественном. Отец носил нам из академической библиотеки, наук академии, книги очень хорошо изданные и хорошо иллюстрированные. Я запомнила одну книгу «Гаргантьюар Пантебюэл». «Гаргантьюар Пантебюэл». Да, французского писателя. «Сатира, французская сатира». Там были великолепные иллюстрации. Мне почему-то захотелось рисовать, 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 потому что книги, которые он носил, все были с картинами, с репродукциями. Это уже пятый, шестой класс. А к седьмому классу я уже готова была и морально, и, можно сказать, профессионально, так как ходила в кружок рисования к поступлению в художественный технику имени Бенькова. Там я училась у очень хороших учителей, которые требовались нас по полной программе. Я, правда, отставала от своих однокурсников, так как многие из них были детьми художников. Тем не менее, учились тогда пять лет техниками, после четвертого курса нас повезли на практику в Ленинград и в Москву. Когда я увидела здание Академии художеств в Питере, в Ленинграде, я просто поняла, что это моя школа, что я должна именно учиться здесь. Это мне было лет шестнадцать-семнадцать. И я после приезда, возвращения в Ташкент на пятом курсе, все свои тройки, двойки, четверки переправила на пятерку. Перездала. Тогда была министром культуры Рахим Бабаева Зухра. И директор нашего училища, нашего техникума, Апухтин Олег, рекомендовал меня, ну, ей, что надо девочке дальше учиться. И, в общем, мне выхлопотали направление в институт Репина, в город Ленинград. Именно в тот здание Академии художеств, в который я мечтала попасть туда. Учеба в Питере была очень трудной, потому что школа совершенно другая. Я помню, поначалу у меня в приемной комиссии не приняли документы. Сказали, у вас какие-то другие работы, больше похожие на восточные миниатюры. Но я не знала, что делать, потому что прилетела я, ну, часам в десяти в Ленинград. Назад у меня денег не было, естественно. Еды у меня тоже не было. Сидела я, спустилась к Неве, сидела около сфинксов и думала, дальше как быть. Общежитие не дали, потому что не приняли документы. И вдруг слышу, Азиза, отойди от воды. Оглянулась, смотрю, стоит художник Кузыбаев Нигмат Мирзабаевич с двумя сыновьями, Гайратом и Абазом. Ты что так близко к воде сидишь, упадешь еще? Я так обрадовалась, через дорогу промчалась и... Да, на берегу Невы вы сидели. На первой ступеньке, прямо около воды. И все думала, что делать дальше, домой денег нет. Голодное, обжижитие нет, скорость умнеет. Вот. И это для меня был как спасательный круг. Примчалась я к Мирзабаевичу, и говорит, ну, Нигмат Мирзабаевичу, у меня не приняли работы и документы, приемная комиссия не приняла. Он был любимым учеником Орешникова Виктора, ректора этого заведения учебного. Держи, говорит, моих мальчишек за руки, а я к нему зайду. Подождите меня здесь. И когда он через полчаса вышел, сказал, Азиза, Виктор Михайлович сказал, что ты завтра утром подошла и сдала документы, приемная комиссия. Позже я узнала, что он сказал Виктору Михайловичу, как вы так можете, скоро, уже 60 лет советской власти, 50 лет советской власти, первая ласточка прилетела, и вы и не приняли документы. Ну, Виктор Михайлович очень любил Нигмат Мирзабаевича, предлагал ему остаться ассистентом у него. Он кончил отлично Академию художеств. То есть вы были первой ласточкой, первой женщиной, которая... Первой девушкой, которая прилетела, но не приняли документы. Хотя я прилетела с направлением от министра культуры. В общем, на следующее утро, да, Нигмат Мирзабаевич повез, значит, в Московский проспект, там в больших мастерских жили его друзья, работали. И там мы переночевали. А утром я, значит, снова пошла, значит, к председателю приемной комиссии Соколову. Был такой скульптор, очень хороший человек. Ну вот, он говорит, живописцы сказали, что ваши работы непрофессиональные. Но обратитесь к Декану. Виктор Михайлович сказал, чтобы вы обратились к Дебблеру Александру Адольфовичу. Ну, и познакомил нас. Александр Адольфович залил меня в одну аудиторию и говорит, ну, показывайте своей работой. Я начала ему показывать свои работы. Он говорит, здесь дыра. А это, говорит, непрофессионально, пропорции нехорошие. Здесь цвет не тот. А потом вдруг неожиданно спросил меня, а кого вы из художников любите? Ну, я говорю, Ван Гога. А еще кого? Батачели, Камалидина Мехзада. Он посетил, подумал и говорит, а Репина вы любите? Кого? Крепина, Илью Ефимовича. И я тут опомнилась. Боже мой, это же институт имени Репина. Я говорю, да, конечно. Бурлаки на Волге. Я еще назвала несколько работ. Допрос, например, и еще, и еще. Он посмотрел, удивленно на меня. Говорит, ладно, говорит, идите сдавайте документы. Потом, когда я дорвалась уже до практических занятий, то есть до экзаменов, смотрю, около мастерских толпятся такие громадные, сибиряки, из Африки высокие такие ребята. Киш-мя-кишит. И все с такими холстами большими, с большими этюдниками. И не торопиться к двери. Совершенно к дверям. Потом, значит, когда они ворвались, когда звонок, они ворвались в мастерскую, заняли, там 5-6 натурщиков сидело. Все заняли места. Прямо лес мольбертов. Ну и прошла приемная комиссия посмотреть, как устроились абитуриенты. А я не могла устроиться. Почему? Потому что не прорваться было к натуре. Ну, он взял меня за руку, дебблер Александра Адольфовича, и, значит, повел между мольбертами джентльмены, подвидите себя и мольберты, пропустим, мадемуазель. И, значит, в общем, довел. Какая вам нравится натура? А мне вон там. И к этой натуре подвел, джентльмены поставьте ей мольберт. И, в общем, я поставила свой холстик на мольберт и начала писать. А когда я начала писать, я уже знала, что и как напишу, потому что очень много работала и готовилась с натурой. Переписала множество портретов своих и однокурсников по техникуму, и родственников. И, в общем, написала экземпционную работу на хорошую оценку, проходную. Тем более, что у меня было направление. И было принято, зачислено. Для меня это было такое счастье. Это один из ведущих, можно сказать, мировых школ. Институт Репина был. И преподавали там, конечно, преподаватели с мировым именем. И Эрмитаж под боком, и Русский музей под боком. Сколько хотите музеев, театр, киноконцертные залы. Все, что угодно. Только вот не ленись. Приходилось очень много работать. Почти по 12-14 часов в сутки. Иногда мы оставались в самой академии, в мастерской, что если что-то было не дописано, не доделано, надо было все это дописывать. И, конечно же, Эрмитаж. Мне один из моих профессоров, преподавателей, Девятов Михаил Михайлович, сказал, Азиза, если вы хотите овладеть искусством портрета, копируйте Эрмитажи, идите к старым мастерам и копируйте их. Вот так и получилось, что я все шесть лет после занятий шла, значит, в Эрмитаж и копировала Рэмбарнта, Хальса, Франса, Гою, Эль-Грека. Кстати, эта копия Эль-Грека единственная оригинальная работа в Эрмитаже. Апостолы Павел и Петр. Спустя 30 лет, уже в Ташкенте, в Хасанбае, где я построила себе мастерскую, появился настоятель католической церкви, отец Станислав. И сказал мне, у вас есть копия Эрмитажная Павла и Петра? Я говорю, да, есть, вон пылица. Действительно, Хасанбае, тогда я встроилась, и было очень пыльно, очень много. И уже мне самой было жалко копию, не знала, что с ней делать, но я понимала, что это крайне редкая оригинальная вещь. И отец Станислав говорит, покажите. Я ему завела и показала копию. Он посмотрел на копию и говорит, я хочу с французским порталом поговорить. Если он согласится, мы вам дадим тысячу долларов, и мы заберем в католическую церковь в веконостас. Я говорю, конечно, чем он будет пылиться здесь, уже 30 лет пылиться. Отреставрировали, одели в очень хороший багетный багет. И он мне объяснил, отец Станислав, апостолы эти, это наши апостолы. Здесь, в кишлаке, в Хасанбае, никто вас не поймет, никто не будет смотреть. Он так и погибнет, эта работа. Ну, в общем, убедил. И забрали. Просто я была влюблена в искусство портрета. А Рембрандт... Это чудо. И если бы я за всю свою жизнь создала одну маленькую работу, хотя бы приблизительно. Рембрандт или Гоя, например. То я была бы, конечно, счастлива. А написала я множество портретов. Очень много. Писала я и Дыхкан, и девушек, которые несут хлопок. У меня в академии, в дипломной работе, была девушки, несущие хлопок. И я перед написанием диплома очень много колесила по кишлакам. И в одном кишлаке под Кокандом один Дыхканин отдал мне пустовавшую овчарню. И в этой овчарке все лето сюда ко мне забегали девочки. По 15-16 лет писала, этюды. В общем, собрала материал по своей картине. И теперь вы мне скажите. Вот началась перестройка. 1985 год. Да. Пришел к власти Михаил Сергеевич Горбачев. Да. Он объявил перестройку, гласность. Да? Да. И после этого народы СССР стали пробуждаться. То есть было позволено говорить. Всказываться. Да. Как вы встретили это в Узбекистане? И что подвигло вас присоединиться к движению Барлик? Вы знаете, я после Академии тоже много колесила по Узбекистану, по кишлакам. Вот. Однажды я решила написать девушек-механизаторов. Это была крайне популярная тема. Даже троп туда написал стихи, на которые была песня, музыка была написана. И со всех радиоприемников эта песня звучала об этих девушках-механизаторах. Я решила поехать к Кахмачу-Ладылову. Они были оттуда. Папе. Перед моим отъездом, Павел Якулов и Траптала пригласили меня. У меня очень большой друг был уже покойный, Рауф Парфи. Он сказал, зайди к ним, они хотят тебя видеть перед отъездом. Я зашла к ним. Они дали мне конверт запечатанный. И сказали, отдадите директору совхоза Ахмаджана Дылова. В общем, я приехала туда. Встретила меня девушка, Анархан, в старом мотоцикле с Львбой. Посадила и повезла в дирекцию совхоза. Я отдала письмо. Грумсарай. Грумсарай, да. Отдала письмо. А потом позже спросила у Анархан, так как мы с ней подружились. Первый человек, она механизатор, двухметрового роста, здоровая девушка, одна из помощниц Ахмаджана Дылова. И она сказала, оказывается, в этом письме было написано, что художницу надо своевременно отправить назад, живой и здоровой. Вот без всяких разговоров. Как у нее истечет там срок. Командировки. Да, командировки. В общем, в течение месяца я наблюдала за девушками. Меня потрясло. Эти поля бесконечные. Потрясли просто. Самолетики летают маленькие, сыпят, может быть, в фос или там, ну, чтобы опала листва с хлопков. И по этим полям, значит, плавают голубые корабли, где сидят девушки по 18-19 лет. Это же смерть смертельная. И тогда вот это меня так смутило. Это не возмутило еще тогда, просто смутило. Я начала думать на эту тему. Как такое возможно? И даже эта популярная песня девушки-механизаторы. Повально они шли на курсы комбайнеров, потом давали им чарзовые сапоги и эти, спецовки, и сажали на комбайн. Девушки ведь это будущая матери нации. И они среди этих ядовитых полей плавали от 6 утра до... Ну, пока солнце не закатится. Но они, знаете, что меня поразило? Они верили, что этим приближает светлое будущее коммунистическое. Вот их вера в будущее, их оптимизм, и то, что они спасают своих близких, родных от ручной работы. Это им помогало по 10-12 часов держаться за рулем, сидеть за рулем. Я написала эту картину девушки-механизаторы из ПАПы. Он сейчас у меня в каталоге альбом, альбом издан моих творческих работ. И я все эти годы с большим-большим уважением к ним относилась. Когда истек срок моего пребывания в совхозе, она снова посадила свою допотопную мотоцикл в люльку и попросила, что дорогу с пылью домчала до артерии дороги, которая вела из Коканда в Ташкент. Здесь она слезла и говорит, АСЗП дальше нам нельзя. Запрещено. И тут меня ударила вторая мысль. А что это? Резерваться, что ли, нельзя? Почему мне, например, нельзя до остановки автобуса этого довезти? АСЗП вы просто тормознете и поедете. Нам запрещено выезжать на большую дорогу. У них идеалом была Ташина Ахуна, кстати, которая и погибла от рака. Вот этих эмикатов. Тогда я подумала, значит, наша молодежь сельская живет в резервациях? Это же взмутительно. Они могли бы кем угодно стать, выбрать любую профессию. Нет, салитировали механизаторские курсы, кирсовые сапоги, голубые корабли и спецовки. И 12 часов работы на полях ядовитых. Потихонечку, потихонечку, глядя на жизнь, обдумывая жизнь моих земляков, я пришла к выводу, что-то надо с этим делать. Но я... Что я могу делать, кроме того, как рисовать и писать? А потом в Союзе писателей у меня было масса друзей, поэтов, писателей, художники очень тесно общались с ними. И вот они начали меня воспитывать, так сказать. Кто-то рассказал о Челпоне, кто-то сказал о наших просветителях, Кадри, Османа Саэре, Фитрате и других. Говорят, у нас были просветители, которые были очень широко образованы и хотели дать свет молодежи нашей нации. Просветить их. Сами же создавали на свои средства школы туземные, где могли учиться и дети нахкан тоже. Это почти во всех городах, в Луаятах Узбекистана были такие люди, которые сосредствовали, но создавали. И когда я начала изучать джадидов, джадид – это просветитель, то я поняла, многие из них были из очень состоятельных семей. Например, Муфти Бехбуды Махмуд Худжа Бехбуды или же и брат. Или же множество людей, которые болели из-за того, что нация была больная. Народ был больной, невежественный, темный. Это был край рва, уже к краю мы подошли. Самое трагическое, что они все были расстреляны. Множество джадидов было расстреляно. Как в Ташкенте, так по всем областям. По всем делам это. И как бы народ снова остался в той же темноте, что и было в той же невежести. потому что только знание это свет. Образование свет. Свобода это свет. Свобода выбора. Какой жизнь прожить? Какую профессию выбрать? Какое образование получить? Я 50 лет преподаю в институте Камалидина Певзада. Я туда приехала по направлению после завершения института Репина. Вы знаете, мне сейчас больно, когда множество талантливых ребят на приемных экзаменах не могут поступить из-за того, что пустые карманы. Дети денежных мешков поступают, но, к сожалению, их очень трудно учить, потому что они верят своему карману, что можно купить любого педагога и любую оценку. Это очень больно, потому что в той школе, где я училась, художественной, в крепинской школе, питерской, там был жесточайший отбор. Из ста талантливых ребят могли поступить один-двое. Наиболее талантливые. А у нас этого не наблюдается. Чем больше абитуриентов и чем больше они могут заплатить, группы огромные, по 20 человек, по 25, а только 5-6 человек должно быть по правил высшей школы, советской школы художественной. Потому что у нас это творчество, мы воспитываем граждан художников, с очень высоким гражданским сознанием. Но сейчас это утеряно. Как говорила очень симпатичная мне питерская ученая Черниговская, вчера открыли поиск интернет, она грустная, грустная сидит. И там идут титры. К сожалению, мы утеряли культуру преподавания. К сожалению, мы не тех обучаем. К сожалению, наша молодежь совершенно необразована. И те, кто кончает, тоже. А педагоги, в них мозги пластилином залепленные. Они смотрят на руки. Кто сколько что и как. Хотя с этим борются. Но вы знаете, у узбеков есть пословица и не знает, что И они знают, что знают. То есть сколько ни бди, все равно взятки, взятки, взятки. И так я потихонечку Вот эти ребята Поэты, писатели Там дружила и с Эйд Ахмадом И с Тропту, да И с Раухом Парфи И с Мухаммад Царейхом И со всеми талантливыми людьми Которых я почитала за таковых Я даже помню Как Раух Парфи Принес мне очень толстую книгу На русском языке Вы русскоязычная Прочтите Пять поэм Наваи Вам пора уже Мировую литературу знать Поэзию Вот через Неделю, день рождения Девятого Хазрат Наваи Первая поэма была Смятение праведников В переводе Липкина О городе Герати Когда я читала Начала Втянулась В эти 850 страниц Я потряслась То, что в 15-16 веке В Герате Творилось То же самое Сейчас у нас Створится в стране Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...